Приветствую всех любителей старины! Вы на канале в поисках золота и кладов и это очередной обзор самых дорогих лотов, проданных на сайте Виолити. Открывают сегодняшнюю десятку янтарные бусы. Янтарь, как известно, окаменевшая ископаемая смола, затвердевшая живица древнейших хвойных деревьев. Существует множество видов янтаря, отличающихся по цвету и фактуре, но самым дорогим считается так называемый королевский. Он составляет лишь несколько процентов от всего существующего янтаря и всегда ценится коллекционерами. Бусы именно из такого королевского янтаря и были представлены на торгах. Общая длина их 70 сантиметров, общий вес 85 грамм. Размер бусин от 10 до 20 миллиметров, состояние отличное. Янтарные бусы были выставлены на торги с минимального старта, проданы они за 50 тысяч 19 гривен. Девятое место сегодня занял Таллер 1635 года. Монета эта была от Чекани на приправлении короля польского и великого князя литовского Владислава IV Вазы. Она вышла из-под станка монетного двора города Быдгощ и считается достаточно редкой. В каталоге монет Речи Посполитой Таллер имеет примечание в виде латинской R. Монета изготовлена из серебра, весит более 28 граммов и находится в хорошем коллекционном состоянии. Таллер Владислава Вазы был выставлен на торги с минимальной стартовой цены, ну а продан за 55 тысяч 20 гривен. Восьмая строчка сегодня заранне советским знаком. Предмет этот достаточно редкий. Изготовлен он в 20-х годах прошлого столетия. В те годы государственное политическое управление при НКВД включало в себя так называемые транспортные отделы. В задачи транспортных органов входила борьба с открытыми контрреволюционными выступлениями, в том числе с бандитизмом, шпионажем, хищениями грузов. Работникам, особо отличившимся на этом поприще, вручались такие отличительные знаки. Этот знак, к сожалению, с утратами. Не хватает центрального элемента – большой красной звезды. Ранний советский знак был выставлен на торги с минимальной стартовой цены, ну а продан он за 55 тысяч 605 гривен. На седьмой позиции сегодня расположилась коллекция монет. Лот этот представляет собой полную коллекцию медно-никелевых памятных монет Украины, которые выпускались в период с мая 1995 по декабрь 2012 года. Всего представлено 275 монет, которые находятся в банковских капсулах. Монеты размещены в 14 выставочных коробках. Состояние их отличное. Коллекция памятных монет была выставлена на торги с минимального старта. Продана она за 56 тысяч 300 гривен. Шестое место сегодня заняли 4 дуката 1896 года. Монета эта была Чеканина при правлении императора Австро-Венгрии Франца Иосифа. Правление его продолжалось 68 лет и стало одним из самых долгих в мировой истории. Монета изготовлена из практически чистого золота 986-й пробы. Вес около 14 граммов. Тираж 45 тысяч штук. На лицевой стороне изображен неувядающий Франц Иосиф. На оборотной герб Австро-Венгрии. 4 дуката были выставлены на торги с 45 тысяч. Продана монета за 81 тысячу 10 гривен. Пятую строчку сегодня заняла вислая печать. Артефакту этому примерно 900 лет. Это двухсторонняя вислая печать, которой в средние века скреплялись грамоты. Подобные печати имели наибольшее распространение в Западной Европе, Византии и Руси с 11 по 15 века. В основном они изготавливались из свинца и назывались, соответственно, моливдовулами. Представленная на торгах изготовлена из серебра. Это аргировул. На ней изображены архангел Михаил и святой Кирилл. Печать, судя по всему, принадлежит Святославу Всеволодовичу, который в 12 столетии успел побывать князем Новгород-Северским, Черниговским и Киевским. Вислая печать была выставлена на торги с минимального старта, ну а продана за 85 тысяч 204 гривны. На четвертой позиции сегодня расположились золотые часы. Часы эти, можно сказать, современные. Они изготовлены компанией Daniel Roth, брендом, основанным в Швейцарии в 1989 году. Daniel Roth признан одним из лучших часовых конструкторов современности, а часы под его брендом пользуются большой популярностью. Часы, представленные на торгах, на ходу и в отличном состоянии. Корпус и застежка ремешка изготовлены из золота 750-й пробы. Общий вес более 100 грамм, ну а сколько точно в них золота, неизвестно. Золотые часы были выставлены на торги с минимального старта, ну а проданы за 114 тысяч 850 гривен. Те, кто вырос в 80-х, 90-х годах прошлого столетия, хорошо помнят самодельные игральные карты. Кто был постарше, играл вот такими. Ну а кто помладше, вот такими. Терминатор, Рэмбо, Робокоп, Шварц, Таллоне, Брюс Ли, ну кто не мечтал лет 30 назад о такой модной колоде. Продана она уже в наши дни за 2505 гривен. Друзья, не устану повторять, пока не поздно, пока не изъяли эти монеты из оборота, обращайте на них особое внимание. Вот обычная, на первый взгляд, гривна 1992 года чеканки. В руках такую держал, наверное, каждый, но не каждый смотрел на ее гурт, а он у этой монеты гладкий. Найдете такую и сможете выгодно продать. За сколько? Да, хотя бы за 22 тысячи 101 гривну. В наше время машинками, на которых катаются дети, уже вряд ли кого-нибудь удивишь. Модельный ряд современных игрушек просто бесконечен. А ведь еще каких-то 50 лет назад такая машинка была не только игрушкой и средством передвижения, а мечтой многих и гордостью лишь некоторых советских детей. Педальные машинки производились на самом настоящем конвейере, на самом настоящем автомобильном заводе имени Ленинского комсомола. Стоил такой автомобиль, как треть зарплаты инженера, поэтому позволить его себе могли немногие. Первые москвичи делались по подобию американских машинок, прототипом которых был Студебеккер 50-го года. Машинки были настолько популярны, что даже снимались в кино. Вот Шукшин с мальчиком обсуждают качество педального москвича, А вот и сам Иоанн Грозный прячется от милиции за припаркованной в подъезде детской мечтой. И вот очередной детский москвич 1960-го года был представлен на торгах. Старый, ржавый, но редкий и, можно сказать, раритетный автомобиль продан за 30 тысяч одну гривну. Открывают сегодняшнюю тройку призеров ордена Красного Знамени. Владелец этих наград Владимир Григорьевич Карачун. Летчик, который к концу войны командовал эскадрильей 947-го штурмового авиаполка 289-й штурмовой авиадивизии 15-й воздушной армии. За время войны он совершил 133 боевых вылета, а в 1946 году был удостоен звания Героя Советского Союза. Лот состоит из 5 орденов Красного Знамени. Два из них Карачун получил в 1943-м, один в 1944-м, один в 1945-м и один в 1956-м году. Ордена Красного Знамени были выставлены на торги с минимального старта, проданы они за 120 330 гривен. Почетное второе место сегодня заняла старинная фруктовница. Предмету этому более 100 лет. Это серебряная фруктовница, изготовленная известной в свое время ювелирной фирмой Братья Хемпель, предприятием, которое работало в Варшаве с 1894-го по 1939-е годы. Основа фруктовницы изготовлена из серебра 84-й пробы и весит почти 3 кило. Сама фруктовница хрустальная, вес 2,7 кило. По словам продавца, серебро в хорошем состоянии, на хрусталеже имеется несколько сколов. Старинная фруктовница была выставлена на торги с 1 гривны, ну а продана она за 185 тысяч. Самым дорогим лотом, проданным на прошлой неделе, стал золотой статер. Ну а расскажет нам о нем ролик, изготовленный рекламной агенцией Ad Agency. Разрозненные греческие полисы в районе Боспора Кемерийского в конце 6 века до н.э. объединились вокруг Пантикопея с целью противостоять натиску варваров. Так появилось Боспорское царство. Во второй половине 4 века до н.э. при Пересаде I оно достигло наибольшего расцвета. Богатство царства было основано на торговле. С середины 4 века до н.э. в обращении Боспорского царства появляются золотые статеры, совершенно не похожие ни на старые монеты Пантикопея, ни на монеты, которые были в это время приняты в других эллинских городах. После смерти Пересада I обостряется борьба в среде господствующего класса Боспора, вылившаяся в форму междоусобной войны между его сыновьями. Евмел, победивший в этой борьбе, вынужден был пойти на соглашение с Пантикопейской аристократией. Именно в период его правления, по мнению ученых, и была изготовлена монета, представленная на Виолите. Это редкий и дорогой статер, отчеканенный из золота в столице Боспора Пантикопея. На аверсе монеты изображена голова бородатого сатира в венке влево. На реверсе – грифон с копьем в пасти влево, внизу – колос и сокращенная надпись «Место чеканки». Итак, золотой статер был выставлен на торги с минимальной стартовой цены, ну а продан он за 570 тысяч 3 гривны. Ну что ж, такой была прошлая неделя, а для того, чтобы не пропустить самые дорогие лоты текущей, просто подпишитесь на канал. Недельные обзоры выходят каждый вторник. На этом буду прощаться, до встречи на канале в поисках золота и кладов.